Белорусская красота едет покорять мир. 14 декабря в Лондоне стартует международный конкурс красоты Мисс Мира. Нашу страну представит Анастасия Лавренчук. В прошлом году она завоевала титул вторая вице-мисс национального конкурса Мисс Беларуси и вошла в историю как самая юная участница. Так вот, с какими надеждами Анастасия едет на конкурс, что подготовила для своих 120 конкуренток и почему оценивает национальное соревнование красавиц как трамплин для личностного роста? Вот прямо сейчас мы с вами все и узнаем, потому что Анастасия у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, я думаю, вы уже где-то пакуете чемоданы. Может быть, уже... Уже последний день осталось спаковать два последних чемодана. А сколько всего? Два последних звучит ухожающе. Всего пять. Что в них самое главное? Один чемодан полностью я отдала под вечернее платье, коктейльное. Один чемодан полностью шел под подарки участницам и организаторам конкурса. И последние три чемодана это пальто, личные вещи, обувь. А обуви очень много. Поэтому я, честно, боюсь, что будем очень так сильно-сильно. Может, даже не хватить, чтобы перевеса не было, да? Да. С какими мыслями, с каким настроением? Кто вас поддерживает? Вы вот туда уже собираетесь ехать тут буквально сколько? Сутки, да? Сутки, да. Я чувствую колоссальную поддержку от своих родных и от белорусов в целом. Очень большое, много добрых слов я получаю через социальные сети. Мне пишут люди, они желают удачи, успехов, говорят, что мы вас верим, будем поддерживать. Это очень приятно. Ну вот, честно говоря, вот я сейчас с вами общаюсь, у вас есть такая, вот я чувствую уверенность, да, вот в себе, в своей красоте, да, и в том, что... Спокойная уверенность. Да, спокойствие такое. Откуда оно? Мне кажется, это дал конкурс Мисс Беларусь. Даже не сам конкурс, а сколько интервью, мероприятия, которые были после самого конкурса. То есть это такое хорошее приобретение для жизни. Ну вот после конкурса наверняка вы что-то переосмыслили, да? То есть в чем же вы считаете победа? Какой должна быть действительно самая красивая девушка в мире? Красивая личика – это не залог успеха. Залог успеха на конкурсе Мисс Мира – это вот именно какие-то личные качества и вот именно яркая персональность. Мисс Беларусь – настоящая кузница кадров. Недавно, я думаю, вы знаете, ваша коллега Мария Василевича стала членом белорусского парламента. Поздравляем ее, конечно же. Да, вы сейчас едете представлять нашу страну на мировом конкурсе красоты. На ваш взгляд, девушка, которая идет в Мисс Беларусь или любой другой конкурс красоты, она идет для чего? Для того, чтобы почувствовать увереннее себя, как вы, например, да? Может быть, сделать карьеру в какой-то другой области? Может быть, обратить внимание на себя для того, чтобы какой-то свой стартап, возможно, притворить в жизнь? Когда я шла участвовать, я шла именно за опытом участия, просто поучаствовать, попробовать себя в роли красавицы, не модели, а участницы конкурса красоты. Не могу сказать, что девушки, которые идут на кастинги, они идут только за короной или только за какими-то достижениями в профессиональной карьере. Нет. Я бы сказала, сюда идут за впечатлениями, за эмоциями и за новыми знакомствами. Наверняка вы можете что-то посоветовать тем девчонкам, которые сейчас собираются пойти на кастинг. Возможно, кто-то не уверен в себе, возможно, кто-то сомневается, что вообще это та затея, в которую стоит ввязываться. Я вспоминаю себя два года назад, и мне очень хочется сказать молодым девушкам, что не бойтесь, идите на кастинг и пробуйте себя. Хотя я знаю, как это страшно, как будет это нервно, как будут растись ручки перед жюри. И это все будет. К сожалению, это никак не убрать. Мои советы тут не помогут. Но попробовать себя, я думаю, должна каждая. Спасибо большое. Мы желаем вам успеха. И очень надеемся до скорой встречи после вашей поездки у нас в студии. Спасибо. Всего доброго. Так что, девушки, если вы умны и прекрасны, вам от 18 до 24 лет и ваш рост не ниже 174 сантиметров, вы не состоите в браке и не имеете детей, примите участие в отборе. И кто знает, может быть, повезет именно вам. О том, как конкурс меняет жизнь, мы говорили с обладательницей титула. Вторая вице-мисс национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Анастасия Лавренчук.